Уважаемые коллеги добрый день я вас рад приветствовать на нашем очередном вебинаре в Директ Академии и прежде чем передать слово нашему сегодняшнему спикеру я хотел бы как всегда порекомендовать вам две важные ссылки которые находятся в начале нашего чата первые из этих ссылок ведет на наш сайт Директ Академия на главную страницу где хранится расписание наших вебинаров если вы перемотаете к самому концу страничку то увидите интерактивное расписание которое действует на весь учебный год и в нем вы можете зарегистрироваться на все вебинары оставшегося учебного года то есть до июня месяца до июня месяца обращаю ваше внимание что в ближайшее время вот уже произошли и происходят в расписании изменения к нам добавляются новые очень интересные спикеры о них вы еще узнаете из наших рассылок и я вам буду говорить на вебинарах но что радостно количество и качество наших спикеров постоянно повышается так что я вас приглашаю на наши вебинары и вторая ссылка она отвечает на вопрос ведется ли запись данного вебинара до записи вебинара ведется и вебинар будет размещен на нашей странице facebook на нашем видеоканале в ютюбе и по второй ссылке вы можете зареги вы можете подписаться на наш канал в ютюбе чтобы смотреть этот и записи всех других вебинаров в настоящий момент на нашем видеоканале уже более 230 записи разных вебинаров которые мы провели ну и последнее что я хотел бы вам сказать это то что я хотел бы проанонсировать два следующих вебинара вот ссылки на них приведены в чат это завтрашний вебинар завтра вебинар буду вести я на это один из продуктовых вебинаров компании компания директ медиа о нашем продукте который называется библиотека нонфикшен это решение для публичных библиотек вот милости прошу на этот вебинар и в понедельник 5 числа 5 февраля татьяна телегина проведет очередной вебинар который продолжает тему начатую неделей раньше называется фэн-шуй для вкр списки источников и ссылки ну этот вебинар будет посвящен технологии работ над дипломом о том как оформлять что делать как оформлять ссылки и так далее ну что ж моя вводная часть закончена и я передаю слово сегодняшнему спикеру пусть она сама представится сегодня у нас не необычный спикер первый раз мы эту тему обсуждаем у нас на директ академии галина я прошу вас на связь а сам как всегда ухожу в чат и остаюсь в чате здравствуйте коллеги рада всех приветствовать те кто смог подключиться к этой площадке и сегодня как раз будем говорить о проведении онлайн тренингов затронем площадки где они проводятся обязательно потому что площадок для вебинаров много площадок для проведения онлайн тренингов можно сказать единицы особенности тоже надо знать а давайте в начале сделаем так и я вообще никогда не веду ни пакетных тренингов ни таких отработанных вебинаров я всегда подстраиваюсь под аудиторию конечно материал который я хочу вам дать есть но когда я буду его рассказывать я буду делать акценты больше в сторону руководителя или в сторону тренеров или в сторону корпоративного проведения онлайн тренингов поэтому мне очень важно кто сейчас здесь присутствует хотя бы несколько слов о себе зачем вам мне очень важно вот это понять зачем вам нужна информация потому как проводить онлайн тренинги еще мне это будет очень важно понять для того что запускать ли следующий курс обучения проведения онлайн тренингов я провела уже два в семнадцатом году и сейчас у нашей маркетинговой службы есть такой вопрос а надо ли дальше запускать может быть там уже все на научились насколько это затребовано могут это достаточно просто это тоже очень важно для нас ну и тем кто присутствует я думаю тоже будет интересная эта информация тем более что сейчас пошли заказы с рынка когда просят корпоративные заказы когда просят соединить обучение обучение в офисе аудитории оффлайн обучение с онлайн обучением делать такие совмещенные программы поддержки региональных и тренеров и региональных руководителей мы сейчас такие программы которые мы уже создали для двух наших крупных заказчиков и ну честно говоря мне очень нравятся онлайн тренинги при моем опыте проведения аудиторных тренингов 20 лет я влюбилась в онлайн потому что поняла что если правильно их делать то они дают больше результат для бизнеса но я оговорюсь мы давно уже не проводим традиционные тренинги там здравствуйте разминка правила мы проводим тренинги с управлением активностью группы и поэтому может быть нам больше нравится и онлайн тренинги когда участники много отрабатывают и внедряют практику уже во время тренингов это для нас очень важно ну я смотрю у нас получилось практически половина тех кто внедряют уже в компаниях онлайн тренинги и тех кто собирается сам вести онлайн тренинги и становится все больше и больше желающих тренеров проводить онлайн тренинги ну в конце я тогда вас прошу насколько собственно интересно это обучаться запускать ли нам онлайн тренинг пока он у нас под вопросом по обучению онлайн тренинга хорошо те кто не написал продолжайте писать пожалуйста о себе это очень важно это очень интересно а я тогда начинаю наш вебинар несколько слов о себе чтобы было понятно что у меня спрашивать когда у вас будут обоработать вопросы с чем обращаться ко мне в личку у меня достаточно большой стаж проведения тренингов страшно сказать больше двадцати лет и такая уже сейчас редкая опция как кандидат психологических наук которые которую я защитила тоже очень давно и уже больше двенадцати лет занимаюсь трансформацией корпоративной культуры вместе с нашими тренерами и с вами методология создания проектных управленческих джайл команд есть книга и два пособия для руководителей тренеров на эту тему и уже три года мы проводим онлайн тренинги можно сказать достаточно давно первые начали это делать на рынке для того чтобы это делать чтобы войти в онлайн среду понимать как это продвигать я окончила курсы повышения квалификации по интернет маркетингу сама и изучили очень много онлайн площадок поэтому опыт такой уже достаточно большой есть и даже открыли отдельно компанию по административному сопровождению онлайн мероприятий есть еще такая опция которая очень важна и мне и нашим тренером нашей команде у нас работают только те кто работал внутри компании занимал руководящие должности потому что знание реально как жить внутри компании оно очень влияет на преподавание на передачу знаний и у меня тоже есть достаточно большой такой опыт и я считаю что тогда и тренинги и консалтинг очень обогащаются когда ты уже не по книгам а реально на своем опыте знаешь как существуют сотрудники руководители в компании ну так кратенько обо мне и будут вопросы задавать о чем будем говорить сегодня на вебинаре у нас не онлайн тренинг у нас вебинар поэтому это надо четко разделять и следующий как раз опция будет вот это вот разделение чем отличаются потому что часто путают и возникает неоправданное ожидание когда мы заявляем онлайн тренинги то как рекламная акция мы проводим вебинары которые тоже содержат в себе полезную информацию но именно в режиме вебинара онлайн тренинги мы проводим в совершенно другом режиме ну вот тогда начнем с вопросов к вам можете написать пять отличий онлайн тренингов от вебинаров на основе вашего опыта на основе ваших представлений об этом но если каждый напишет по одному отличие у нас как раз наберется больше пяти и так какие отличия активность участников согласна возможность активность участвовать не видна реакция в вебинарах наличие практики реальные кейсы проекта проверку знаний можно делать объединение в подгруппы да к сожалению на очень мало количества площадок тренировку можно делать согласна вовлекается аудитория более полно цели полагания да очень хорошо объединение участников участники не общаются между собой напрямую во время вебинара абсолютно согласна тренинги отрабатываются навыки на рабочем месте между онлайн тренингами да вы знаете что в тренинге мы не успеваем отработать навыки потому что для отработки навыков надо достаточно большое повторение в тренингах мы даем знания о навыках и пробы не более того даже если это аудиторные тренинги почему-то у многих есть такое заблуждение да он может быть дольше вебинара но об этом я еще поговорю спасибо большое за вашу активность у нас очень активная группа спасибо итак первое конечно площадки разные площадки это понятно вебинары проводятся на одних площадках онлайн тренинги на других и эти площадки я вам буду показывать иногда на одной площадке есть четкое разделение площадка для вебинара и площадка для это называется митинги или это называется конференции иногда это называется коммуникации на разных площадках вот онлайн тренинги проходят как раз на тех площадках где написано коммуникации время а время вебинара как правило где-то час потому что когда говорящая голова и есть возможность только писать чаты дальше уже народ устает иногда полчаса ведут когда хотят вообще только рекламу какую-то дать я тоже не таких вебинарах присутствовала но мы такие вебинары не любим мы всегда на вебинарах даем все-таки нужную информацию практика в вебинарах нет отработки практики абсолютно правильно все написали онлайн тренинги обязательно включают себя опцию практики она двух видов потом вам расскажу как программы тоже очень сильно отличаются если вебинар это собственно ну несколько тезисов что там будет сообщено если онлайн тренинг то это достаточно подробная программа и конечно общение онлайн тренинг предполагает в обязательном обязательно это слышать видеть друг друга участников вебинара иногда у меня на онлайн тренинге общаются с мобильного с рабочего места где сложно ну невозможно говорить тогда подключаются с чатом группа это понимает помогает были такие моменты когда отрабатывали практику писали на белой доске и но вот кто-то не мог включиться на белую доску он писал в чате а группа переносила это на белую доску от его имени такое тоже бывает это нормально но разные бывают ситуации когда человек в онлайне это как раз тоже интересно потому что идет взаимоподдержка ну по моему я все перечислила мы с вами все перечислили как только кстати как только у вас возникают дополнительные вопросы вы в чате пишите меня оттаблить практически невозможно с моим опытом я их тут же читаю и по мере того как я рассказываю или сразу я на них отвечаю так что не ждите когда там будут вопросы ответы если у вас что-то такое возникает вы пишите онлайн тренинг дальше буду рассказывать нелли обязательно и показывать программы ну для того мы здесь и собрались поэтому заранее не говорю об этом а теперь очень важный момент это отличие оффлайн тренингов тренингов аудиторных от онлайн тренингов очень существенное отличие сейчас у нас даже в нашей компании появилась опция когда мы помогаем тренером компаниям переводить отработанные уже тренинги аудиторные в онлайн тренинги это большая работа приготовьтесь к этому они отличаются но оффлайн тренинги первое это привычно все тренеры которые называют себя тренерами руководители привыкли что это тренинги в аудитории все в одном месте я всех вижу а привычная практика разминки задания упражнения в подгруппах все это проходит в одном месте в аудитории онлайн тренинги первое что возникает это непривычно даже потому сколько народу присоединилось социальных сетях когда я об этом сказала сколько народу присоединяется когда я заявляю о проведении этих онлайн тренингов это показатель что освоить самостоятельно онлайн тренинг достаточно сложно выбрать площадку есть такие площадки где сопровождают даже на администратора ну такая площадка как зум допустим там лучше вести не заморачиваясь сопровождением администратора и когда мы переводим мы тоже даем своих администраторов чтобы они показывали сопровождали чтоб тренер думал только вот о своем о своем тренинге все находятся в разных местах к этому тоже надо привыкнуть и к этому нормально относиться потому что у вас разные участники могут совершенно быть в разных ситуациях приходить кошка в кадр плакать ребенок выключаться видео потому что на рабочем месте он идет по улице с мобильным то есть для нас это очень привычно это все принимается и даже иногда когда у нас идет такая своеобразная онлайн разминка они там другие мы просим показать то место где он находится рассказать о том что у него потому что все эти ограничения должны быть приняты участниками тренинга и они должны к этому относиться как нормально я нормально что я сижу на кухне для меня нормально что вот у меня на коленях моя любимая кошка что что-то там в кадре возникает это интересно это нормально потому что это режим онлайн тренинга совершенно другие практики совершенно другие домашние задания об этом буду говорить на онлайн тренингах кстати у нас в обязательном порядке идут домашние задания в этом их очень большое и выбор виртуальной площадке это тоже очень важно чтобы она была удобная если наши администраторы знают практически все виртуальные площадки мы рекомендуем или подстраиваем тарифы если сидят уже компании на определенных виртуальных площадках там разные тарифы и разные возможности на этих площадках об этом буду говорить если нет дальше вопросов по этому и понятно то ну кстати и есть еще такое отличие поведение самого тренера заметьте что он не скачет по аудитории он сидит и он общается как говорящие все-таки головам и это тоже очень важный момент можно сказать чуть-чуть усложнено поведение что где-то мы можем там жестами помочь передвижениями помочь тебе а здесь в этом не очень поможете здесь очень важно как вы говорите ваши эмоции насколько вы этим сможете вовлечь тогда когда вы рассказываете необходимую теорию вот это вот моя любимая вещь можно сказать проблема по качеству да они есть они зависят от площадок качество интернета потом по качеству буду рассказывать когда буду показывать эти площадки мы выбирали тоже исходя из того как площадка тянет интернет это очень важно чтобы участники могли с плохим интернетом тоже принимать участие почему сложно переходить на другие формы а проведения на почему идет некоторое непринятие есть тренеры которые мне доказывают что онлайн тренинги они не подойдут что там нет разминок что нет драйва ну это зависит конечно от того что вы хотите в итоге от тренинга получить для нас в итоге любого тренинга не драйв а результат драйв это когда шоу тренера которые повышает эмоциональность публики это несколько другое хотя тоже это делаем на конференциях но это не приоритетно для нас скажем так и так то что мы знаем уже допустим если у вас корпоративный университет подстроен под аудиторные тренинги если вы как тренер ведете аудиторные тренинги это уже ваша зона комфорта но как сейчас уже онлайн тренинги стали моей зоны комфорта я уже в них очень хорошо живу как администраторы живут на этих площадках мы получаем от этого удовольствие там где наша зона комфорта но если мы в ней сидим очень долго и ничего там не меняем то каждодневные вот эти вот маленькие доли удовольствия в результате перестают давать нам удовлетворение почему кстати на новый год происходит такое явление у нас новый год был недавно мы каждый раз подводим итоги предыдущего года загадываем что мы начнем точно делать в следующем году оправдываемся почему это не получилось предыдущим и дальше начинается да я буду сохранять фигуру для этого по утрам я буду бегать говорю я себе не буду есть пирожных говорю я себе потом у меня начинается ну как же я пришел в гости мне надо съесть эту пирожную у нас получается маленькие кусочки удовольствия которые отодвигают переходы в зоны дискомфорта мы себя как бы ограждаем от этого дискомфорта изменения дискомфортно выйти на онлайн-площадку и заставить себя впервые поработать не так как привык в режиме аудиторном дискомфортно дискомфортно вдруг начать заставлять себя выделять час для упражнений допустим или для изучения иностранного языка всегда есть что-то приоритет на то что я уже знаю то что мне комфортно если вы посмотрите на свою жизнь то вы увидите что очень часто вы в приоритете ставите то что вам подоставляют удовольствие то что вы уже знаете вы говорите о ну вот это то надо сделать в первую очередь и чуть-чуть отодвигаете то где вам надо перейти в этот дискомфорт но только дискомфорт нам дает выход в зону развития когда мы проходим проводим трансформацию в компаниях мы всегда говорим об этом руководителям мы всегда говорим что будут как бы это не принято было всеми и как бы это все не хотели все равно будут некоторое сопротивление все равно будет желание оказаться в привычном и это надо очень хорошо представлять и знать как с этим работать поэтому просто приготовьтесь если вы переходите в зону онлайн тренингов вы будете проходить через эти дискомфорты кто-то не будет вовремя подсоединять где-то у вас не вовремя вы включите записи забудете об этом если вы работаете без администратора не включится белая доска кто-то не поймет как работать не будет выполнено домашнее задание не все подойдут в закрытую группу вот эти вот все вещи которые у вас появятся и которые надо знать как решать они обязательно будут если вы вспомните как вы начинали вести аудиторные тренинги сколько у вас было справа там которые постепенно проходили то же самое начнется у вас здесь и перед тем как выйти в аудиторию вы проходили курсы тренерские то же самое здесь перед тем как выйти на онлайн площадку было бы неплохо конечно отработать очень многие навыки которые должны появляться ну вот можете использовать в своих там тренингах на трансформацию такую структуру это моя структура и мы все открыто веримся всем что мы нарабатываем не требуем никаких защиты авторских полурав очень радуемся если просто на нас ссылаются но не более того какие вопросы об онлайн обучении это то что задают давайте начнем с того как подобрать онлайн площадку зум очень распространенная онлайн площадка на которой было достаточно сложно работать потому что она вся была англоязычная буквально с этого года они сделали русскоязычный интерфейс имейте это в виду на ней работать стало намного легче но присоединение просылки вызывает все равно проблемы я бы не рекомендовала на зуме проводите вебинары вы будете терять участников но когда вы проводите онлайн тренинги на зуме делайте небольшие если вы без администратора проводят и сами делайте предварительное присоединение с теми кто у вас уже записался на онлайн тренинг что вы были уверены что все разобрались все зашли это достаточно сложная площадка по администрированию разберитесь вначале сами на ней какие преимущества этой площадке у нее есть одно очень большое преимущество не 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 мне это не мешает я как раз вот достаточно быстро перешла спасибо большое за это замечание просто для меня очень важна готовность участников психологически меняться поэтому на этом останавливаюсь всегда и на этой площадке можно делить на подгруппы если у вас участников не 12 а больше вам надо делить на подгруппы чтобы они между собой общались это может только зум пока к сожалению так поэтому когда у нас много участников мы часть модулей нашего онлайн тренинга переводим на зум и там есть большие преимущества мы летом готовили волонтеров табриды мы их сопровождаем уже три года и там нужно часть уже аудиторной подготовки перевели онлайн благодаря нам это очень понравилась дирекция и 60 человек нужно было одновременно чтобы они выполняли одно и то же задание естественно это было на зум мы делили их на подгруппы разбрасывали в эти подгруппы вы увидите что для тренера это просто сказка если в аудитории надо разделить на подгруппы вы знаете что считаются потом они расходятся потом они говорят а я хочу с этим потом они там вот так обосновываются и когда к ним кто-то подходит когда группа работает они обращают внимание на тренера или не дай бог на руководителя и их разговор становится несколько иным это все отсутствует в онлайне что мы увидели во первых когда администратор разбрасывает по подгруппам а лучше здесь иметь администратора потому что вам нужно еще следить как работают подгруппы администраторы как раз делает этот разброс или по предварительному вашему списку или как попало кто-то удака попал но это как они вдруг оказываются в другом мире то есть их никто не спрашивает но говорят вот сейчас будет деление на подгруппы и они когда оказываются в своей комнате опа здесь оказались там открываются окошечки где они видят друг друга и слышат друг друга когда вы заходите посмотрите как группа работает по своему заданию а вам не обязательно включать видео просто появляется черное окошечко и они на это окошечко не обращать никакого внимания кураторы тем лидеры тавриды были очень рады потому что нам нужно было еще отобрать волонтеров посмотреть как они работают они заходили и просто видели в реальном времени как работает группа совершенно не отвлекаясь на того что мы увидели очень скоро а также вы их собираете вы говорите через 15 минут все будут собраны и через 15 минут они все транспортируются опять в одну группу то есть очень очень удобно это такое преимущество зума все остальное там есть как на всех остальных площадках но остальные площадки пока разделены на подгруппы это не расценки зум в общем вполне приемлемые зависят от количества участников меньше даже чем на многих онлайн площадках обратите на это внимание get response очень любим эту площадку потому что она дает много возможностей у нас на этой площадке есть рассылка наша и там можно делать лендинги и там есть возможность проводить вебинары есть возможность проводить вот эти коммуникативные онлайн тренинги очень удобно сделано и зум и get response поддерживают плохой интернет вот это вот очень важно для нас расценки там несколько больше но и честно говоря расценки не смогла снять потому что мы там сидим они мне все время выдавали наши а палитру не выдавали ну там нормально где-то 45 долларов в месяц вполне нормальная расценка без потери эффективности в зависимости от какой площадки там у вас есть ограничения допустим у нас на онлайн тренинг на get response он дает ограничения на коммуникативные вот эти вот вещи 25 человек дальше просто нельзя и до 25 у вас никакой потери эффективности нет но онлайн тренинги как правило собирают 12-15 человек не более а если это корпоративные тренинги то же самое если больше то мы переходим на зум там потери эффективности тоже нет вебинар нет никакой потери эффективности сколько человек вы не подключили вебинару старая площадка известная они сидят сколково в таких комфортных условиях стоят во многих компаниях но про дельта максимум минимум максимум сейчас не буду отвлекаться вы зайдете на эти площадки там все увидите там все написано посмотрите по ценам посмотрите что лучше к вам подходит по вебинарам очень большие максимумы по онлайн тренингам коммуникациям как правило 25 человек а ну у вас за разные будут тарифы вы посмотрите по тарифам вебинару постоянно совершенствуется у них разные тарифы у них есть тоже все эти условия белые доски и так далее они достаточно дорогие вот и там все таки есть потеря качества как бы они этого не хотели больше они все таки специализируются на вебинарах скажем так ну вот наши администраторы проверяли все площадки им не очень понравился вебинару может вам понравится больше с ним нам приходится работать когда мы работаем с компаниями потому в компаниях чаще стоит вебинару просто мы проверяем тарифы иногда переводим на другой тариф если им нужно проведение онлайн тренинга ну вот тарифы на вебинару можете посмотреть в принципе потом зайдете на все эти площадки там на многих площадки там на многих площадках есть бесплатная проба до 5 человек вы можете бесплатно попробовать как там работать ну у каждого есть свои приоритеты кто-то в одном работает кто-то в другом допустим моя коллега по теме консалтингу она очень зум любит я люблю герплитконс ну в общем по-разному но вебинары проводим там где хорошая расцветка где хорошее присоединение на гидрис это все по площадкам площадок для проведения онлайн тренингов таких качественных ну вот как и Мерополис где я сейчас провожу я не стала его собственно делать показывать вам то что мы сейчас на нем вы потом можете найти и все посмотреть там тоже есть все эти опции белые доски подключения для разговора все это есть особенность проведения онлайн тренингов что очень важно о чем уже спрашивали скажем так выбор площадки в зависимости от группы задач я бы сказала так все площадки примерно одинаковые есть и корпоративные на чем уже сидят ну вот сейчас мы работаем с ассоциацией аптекарей они сидят на вебинару ну мы смотрим там тарифы готовим их тренеров и работаем на их площадке работали с компанией которая вообще на битрикс сидит на битрикс24 казалось бы сериям но там тоже есть многие опции сейчас которые они подключили скайп не очень люблю только когда надо проводить конференции на очень большое количество человек там есть такая опция все-таки скайп сейчас стал тормозить но как-то он ухудшился скайпом многие уходят мессенджер даже для того чтобы переговорить длительность онлайн тренингов на нашем опыте не более трех часов дальше народ начинает уставать все-таки онлайн тренинг а это один формат как бы вы его не разнообразили и честно говоря больше модуля не надо вам очень рада вам очень важно чтобы было промежуток для отработки там есть выход это полтора часа но вот на последнем онлайн тренинге что для команды коучи как проводить команды коучин очень часто на модуле я спрашивала перерыв делаем пишут мне говорят нет 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 не делаем так и kicked Давайте вот сейчас будем это отрабатывать. Я часто спрашиваю, делать ли мы делаем перерыв, сколько делать. Если много теоретического материала у вас, то тогда лучше, конечно, перерыв делать. Но, как правило, мы его очень дробим, и сразу много теоретического материала не даем. Содержание. Для каждого модуля, мы это называем модулами, онлайн-тренинг делится на 3-5 модулей. По 3 часа. С перерывом мы выяснили, что лучше всего делать перерыв в неделю. Первые тренинги мы начинали с перерывом, там мы проводили 2-3 модуля в неделю, и была у нас обратная связь, что мы не успеваем выполнять домашнее задание. А для нас домашнее задание очень важно. Поэтому, в общем-то, мы сейчас делаем, вот у нас график сейчас выходит в наших онлайн-тренингах, и все модули в перерыв в неделю. Ну и участников там, так легче. Когда корпоративные онлайн-тренинги, тогда просто мы согласовываем это с заказчиком. По сути, нам здесь важно мнение заказчика, занятость сотрудников и так далее. Там графики очень-очень индивидуальные. Обязательно, когда даете теорию, обязательная презентация. Презентация несколько отличается от аудиторных, но она обязательно. Вам придется делать намного больше презентаций, чем вы привыкли в аудиторность. Часто тренеры вообще в аудиторных не делают презентации, а что-то пишут на плавчатах. Здесь это невозможно. Приготовьтесь, вам нужны презентации. У нас обязательно практическая отработка и обязательно домашнее задание. Они различаются. Практика – это то, что группа на онлайн-тренинге отрабатывает здесь и сейчас своей группой. Поэтому практику мы даем на задание, что вот вы здесь как участники должны отработать то-то, то-то, то-то. Когда домашнее задание, домашнее задание дается участникам на отработку с их группами, у них на рабочем месте. И вот это вот очень большая разница. Или сам с собой он что-то делает. Поэтому практическая отработка здесь и сейчас отличается от домашнего задания. Как мы мотивируем делать домашнее задание? Во-первых, это внедрение на рабочем месте. Они должны попробовать. Второе, каждый следующий модуль начинается с обратной связи по домашнему заданию в обязательном порядке. И даже если кто-то не успел сделать, или у него не было такой возможности внедрить на рабочем месте, он будет это делать позже, он слышит мнение коллег, он слышит, как коллеги рассказывают, как это у них получилось. И это ему тоже полезно. Домашнее задание для нас очень важнее. Общение между модулями у нас тоже обязательно. Если это открытый тренинг, то делается закрытая группа в Facebook, в которой выкладываются все материалы, которые должны получить участники онлайн-тренинга, выкладываются в видеозаписи модуля, и они между собой обсуждают домашние задания, какие-то ситуации на работе, какие-то вопросы задают тренеру, который там практически всегда. Мы отслеживаем, как только появляются вопросы в группе. Это очень удобно участникам, они все время под сопровождением. То, что очень удобно и для корпоративных заказчиков. То есть, ну как аудиторные тренинги, день или два провел, и все, до свидания. Ну, посттренинговое сопровождение, там, если оно оплачено, мы даем, допустим, там аудиторные тренинги, все равно бесплатно посттренинговое сопровождение в режиме онлайн, тоже в обязательном порядке. Здесь тренер всегда при участниках. Участники продолжают общаться между собой, идет обмен опытом. Это очень важно. Туда может заглядывать руководитель, быть в этой закрытой группе, задавать какие-то свои вопросы, что-то такое проверять. Идет дополнительная работа всегда по материалу. И если вот это вот дробление материала, оно очень важно. Честно говоря, я даже аудиторные тренинги люблю проводить по полдня. Потому что полдня дал, дальше, пожалуйста, вот это внедри. А потом через какое-то время я проведу еще полдня. Ведь для чего нужен тренинг? Для того, чтобы это было внедрение на рабочем месте. Когда мы ведем два дня подряд, что вообще не очень удобно. Когда мы даем даже целый день подряд, остается меньше информации на внедрение. То есть большой объем информации. И по последним психологическим таким анализам теряется очень много. До половины, до 50% информации, которую они получают на тренинге. Потом возникает вот эта проблема внедрения, мотивации на внедрение. Здесь как раз мотивация на внедрение идет всегда. А рычагены должны, когда открытый тренинг, извините, они заплатили, и их задачи как можно больше получить. Там должны, даже если он пропустил, он получает с закрытой группой онлайн-запись этого тренинга, который у него остается всегда. То есть каждый модуль онлайн-тренинга у нас в обязательном порядке записывайте, передается участникам, но нигде больше не вывешивайте. Потому что это их работа. Это закрыто. Поэтому закрытая группа. Только участники. Если это корпоративные, то там есть приемы, о которых расскажу дальше, когда я буду говорить о отличиях как раз от корпоративных. Ну, дальше я вам все рассказала. Ну, просто у нас дальше я буду это рассказывать. Вот как раз оно. И здесь я это расскажу. Отличие открытых онлайн-тренингов от особенностей корпоративных онлайн-тренингов. Здесь они тоже есть, потому что мы и там, и там уже ведем, и сейчас мы тоже уже готовим на целый год там с банком такое совмещенное расписание. Когда вы ведете открытые онлайн-тренинги? Ну да, когда открытые мы вообще не тащим. Они присоединены. Если он занят, он получает видео. Если ему достаточно, ради Бога. Он заплатил, он отвечает за себя. Если корпоративные, сейчас я расскажу как, потому что там они за себя не платят, там есть проблема мотивации. Понятно. Если вы ведете открытые, тренинг дорабатывается в определенном. Вот обязательно под вашу целевую аудиторию вы смотрите на конкурентов, вы продвигаете это в онлайн-пространстве, это надо и не сделать. Мы в этом помогаем. Определенные системы рекламных материалов. Как вы их выкладываете, где, чем вы пользуетесь, что платное, что бесплатное. Когда я обучилась на интернет-маркетолога, я сохранила очень много финансов в своей компании, потому что увидела, что пытаются случить часто то, за что платить, собственно, не надо, что есть в открытом году. Я даже как-то проводила такой вебинар для тренеров, как продвигать себя в интернет-пространстве и делилась вот этими всеми вещами. Оправданные ожидания обязательно, как мотивации. То есть, когда мы делаем лендинг по открытым тренингам, мы сразу пишем, что там будет и как будут проводиться эти тренинги. Обязательно, что там будет так-то, так-то и так-то, будет практика, будет домашнее задание, будет закрытая группа, чтобы об ожидании, они были оправданы, чтобы не задавали вопросов, чем отличие от вебинаров, как вы нас на вебинаре научите. Ну и новые возможности, о которых я рассказываю. Особенности корпоративных онлайн-тренингов. Здесь есть корпоративные ограничения. Ограничения на площадке. Не все компании дают выход сотрудников на открытые площадки. Вот это первое ограничение. Мы спрашиваем, на какой площадке они вообще сидят и к ним подстраиваемся. Вот как под 24 мы подстраивались. Мы спрашиваем, можно ли на работе выходить на открытые площадки, или мы делаем это во нерабочее время, когда они со своих рекордов приходят у старой большой компании, там есть система безопасности. Это первое, о чем мы говорим, что мы обсуждаем. И мы подстраиваемся, естественно, к корпоративным заказчикам. Подбор целевой группы сотрудников идет. Кто нам нужен, под какую тему, или мы ведем, или мы внутри корпоративных тренеров обучаем, как проводить, допустим, продуктовые тренинги корпоративные, переводить в режим онлайн. Особенно это полезно для тех компаний, кто имеет дистрибьюторов, для тех компаний, кто имеет распределенную сеть филиалов. Большая экономия идет на командировках тренеров, на занятости тренеров, потому что в онлайн-тренинг можно провести продуктовые вот эти вот все тренинги, и они хорошо срабатывают. Но мы сидим и вместе с тренерами готовим, обучаем, как готовить продуктовый онлайн-тренинг в режиме онлайн. И у нас есть сейчас даже такая, ну, меня удивившая вещь, но она есть такой запрос, как готовить вебинары для обучителя тренеров, как проводить вебинары. Я говорю, ну давайте, я буду их обучать все-таки, продуктовых тренеров, я их буду обучать на их продукте, потому что просто рассказывать, как проводить вебинары, для них это ничего. Вот, давайте подготовим презентацию по продукту, чтобы они видели особенность этой подготовки. На этой презентации я буду показывать особенности этой презентации, даже в режиме вебинара, и тогда это будет более эффективным. Выбор времени проведения. Тоже очень важная опция, о чем я говорила, когда сотрудники могут в рабочее время, в обед, после рабочего времени, как это принято в компании, когда это лучше, когда это больше мотивирует сотрудников. Но там всего по три часа. Иногда даже по три академических часа. И дальше вот это вот самое интересное, это дополнительная мотивация. Мы ее вводим обязательно для внутрикорпоративных сотрудников, когда идет система целая. Ну, часто сейчас заказывают так, аудиторный тренинг, и потом поддержку в виде вот этих вот модулей, трех-четырех модулей онлайн-тренинга, чтобы это внедрялось в работу, чтобы... Сейчас какая проблема в компании, о чем мне неоднократно озвучивали, это проблема отследить, как внедрили, отследить, что изменилось. Тесты, опросы в этом не помогают. Мне говорят, нам надо реально видеть, а для того, чтобы реально видеть, надо их отслеживать. И вот мы их отслеживаем с помощью вот этих вот онлайн-тренингов, куда вводятся баллы за выполнение домашних заданий, куда вводится целая система, которую видят все, или которую видит один, это уже корпоративная культура в компании. По накоплению определенного количества баллов они допускаются к тесту онлайн. Если они проходят этот тест, то они допускаются к написанию определенной творческой работы. То есть он не накопил эти баллы, значит, у него есть возможность их доздать домашнее задание, и потом ему эти баллы прибавляются, после этого только его допускают к тесту. То есть это воспринимается сотрудниками как достаточно серьезное мероприятие. И они сразу видят там, как накапливается творческая работа, и после сдачи творческой работы им дается диплом, как правило, внутрикорпоративный, что очень важно. Это диплом корпоративного университета, но там, как мы уже договоримся с заказчиками. И по мере того, как они работают, очень любят это делать с кадровым резервом, потому что там, понятно уже, очень многие компетенции, которые важны для руководителей. Я увидела переписку, я уже с тобой просто прочитала. Ну вот это на нашем опыте, то, что хорошо срабатывает, когда мы проводим корпоративное онлайн-обучение, мы достаточно жестко уже вводим в рамки сотрудников, что это обязательно. Что вот здесь будут баллы, что здесь будут отчеты, что здесь будут дипломы, ну и, собственно, будут отслеживать вас, как руководителя, или как участника компании. Будут смотреть уже, какие компетенции там сформированы, и такие мотивирующие вступления обязательно есть. И первые мы делаем как раз не первый модуль тренинга, мы встречаемся, обучаем их работать на площадке, рассказываем про всю структуру, как это будет проходить обязательно заранее. И только после этого уже через неделю там мы начинаем первую модуль. А вы и так их снимаете, Нелли, когда проводите аудиторные тренинги, и на это они тратят больше времени. А здесь они могут с рабочего места присоединяться всего на два с половиной, ну на три академических часа, это два с половиной астрономических часа, раз в неделю или раз в две недели, а всю домашнюю работу они выполняют на рабочем месте, просто внедряя это в практику и потом отчитывая на следующем модуле. То есть здесь они как раз тратят меньше времени, меньше отвлекаются. И об этом мы тоже обязательно говорим. Да, офлайн-тренинги могут быть 4 часа, но тоже их снимают с рабочего места, выключают они телефоны, собственно, здесь, ну пожалуйста, отключись, поговорить с телефоном, если тебе что-то важное, ты потом получишь это в записи, все равно этот модуль. Ну, может быть и так, да, если вы только партийный тренер, он может обучать еще один навык, минут на 40, но вы их все равно собираете в рабочем. Сейчас я говорю о том, когда вы внедряете еще плюс к аудиторному, аудиторному, онлайн-тренинги, особенно это важно для удаленных сотрудников. Их собрать намного сложнее, проконтролировать, как их обучают на местах, намного сложнее. Как бы мы ни хотели, но это мой опыт, я руководила обучением в Альянс Роста, 48 учебных центров, 6 дирекций. Мы мотались по командировкам в свое время, по 2-3 раза в неделю, чтобы проводить этот контроль, готовить тренеров, делать конференции и так далее. Сейчас, если бы у меня были такие опции, я была бы очень довольна. Ну, вот теперь некоторые такие вещи, допустим, возможности таких практик. Допустим, когда это, вот то, что я могу показывать, какие-то внутрикорпоративные я показывать не могу материалы, но это когда начинаем мы, группа рисовала, как они представляют свое взаимоотношение, как команды, какие для них ценности, такой первый модуль начинающий. Вот все в группе рисовали общий рисунок, потом все обсуждали, подписывали. И на GetResponse это быстро копируется и тут же отсылается всем участникам. То есть каждый участник изменит этот рисунок сразу. Ну, вот это уже на ценности, когда они обсуждали, они писали ценности на белой доске, потом ставили рейтинг этих ценностей. Ты уж как пример такой работаем. Пример онлайн программы. Вот средняя стоимость онлайн тренинга, я как раз хотела вам этот вопрос задать, для нас это пока очень странная опция, на одни темы идут по очень большой стоимости, на другие мы ставим меньшую стоимость. Мне само это интересно. Мы сейчас как раз запускаем, я вам покажу темы онлайн тренингов, которые мы выпускаем буквально. Вот сейчас наши сотрудники делают лендинги по одним, потом пойдут вебинары по них. Ну, средняя цена пока у нас где-то примерно 12 тысяч за тренинг, очень небольшая, за 5 модулей. Ну, вот не за 3 часа, за весь онлайн тренинг, за все 5 модулей, 12 тысяч мы ставили. У нас будет курс Эбжайл, подготовки Эбжайл коучей, там дорогой курс, но там и наполнение другое. Ну, потом расскажу. Ну, вот так выглядит программа. Я привела программу онлайн тренинга для тренеров, которая в ноябре у нас была, успешно прошла. То есть мы прописываем все. Для онлайн тренеров мы даже прописываем домашние задания. Не во всех программах мы прописываем домашние задания, потому что в зависимости от состава участников мы его иногда меняем. Вот второй модуль у нас прописан. Третий модуль прописан. То есть каждый модуль очень подробно, очень структурно прописывается. Что будет на этом модуле? И каждый модуль начинается с проверки домашнего задания, но мы здесь это не пишем, потому что это такая вот программа, которая вывешивается для всех. Четвертый модуль. Пятый модуль. Пятый модуль у нас шел два дня, потому что участников было много и защищали свои онлайн тренинги, кусочки, учились как раз. Вот этот модуль, он колеблется от количества участников, чтобы все у них были защититься. Чтобы у вас было представление, как мы это пишем, как это нравится участникам. Также мы очень подробно все прописываем и с корпоративными университетами. У нас прям вот там еще даже подробно идет. В одном заказе мы прописывали, какие компетенции мы формируем, что мы делаем, какие баллы идут, что на каждом. Наш ресурс для вас. Я надеюсь, вам потом вышлют эту презентацию, я всем делюсь. Ну, в конце концов, в личке мне напишите, если интересно. Есть отдельная кампания, администрирование мероприятий на онлайн-площадках. Там буквально все. Мы не боремся с возражением, просто говорим о преимуществах. А дальше уже человек выбирает, что ему удобно. Есть еще компания моя, это корпоративные тренинги для руководителей, куда прибавились и онлайн-тренинги тоже. Какие еще возможности для практики? Это обсуждение, это рисование на малых досках. Ну, в основном, хватает этого. Это разделение на подгруппы, но подгруппы между собой общаться в онлайн-тренинге не могут, такой опции еще нет. Имейте это в виду. И, как правило, когда мы переводим тренинг с аудиторным на онлайн, мы там добавляем примеры разминок, они могут быть там. Мы добавляем примеры практик в зависимости от того, какие у вас есть задания. Разборы кейсов хорошо идут. Вот наш коуч, когда учил коучи, там они очень много работали по разбору кейсов. Работа с экраном, когда показывают. Работа с Excel-таблицей, когда одновременно заполняют. Работа с документом Google Doc, который одновременно обсуждают и заполняют. Трейл-карточки. То есть вот эти вот все дополнительные ресурсы мы используем. Да, Google Doc правильно. Да. То есть, ну, там вы добавляете в зависимости от того, что вам надо на тренинге, но имейте в виду, то, что вы добавляете, должны знать участники, иначе у вас будет трата на тренинге, время, когда будут присоединяться, когда будут задавать дополнительные вопросы, что с этим делать и как работать. Если вы дополняете дополнительные какие-то опции, то вне этого модуля надо по ним готовить присоединять участников. Мы к такому выводу пришли. То есть, есть у вас там Реалтинбот, научите сначала заранее на нем работать участников, а потом вводите как практику на своем модуле. Как только вводите сразу на модуле, у вас получается трата времени, и одни умеют, другие не умеют. Это нервирует ваших участников. Не надо так делать. Ну, вот такие у нас онлайн-тренинги пойдут. Будет курс онлайн-обучения НЖЛ-коуча. Сейчас у нас началась оплата, но мы еще не вывесили лендинг, потому что это два месяца с отработкой потом на площадках, частично онлайн, частично непосредственно в компаниях, с устройством работы. Первый курс мы закончили в декабре, который получился очень хорошо. Это драгу. Сейчас предварительно до вывешивания лендинга стоит 40 тысяч, потом будет стоить 75 тысяч. Ну, потому что это очень запрашиваемое, это в дальнейшем достаточно хорошо оплачиваемое работа. И ведет два ЭДЖАЛ-коуча, которые уже работают внутри крупной компании, Марина Арифева, которая работает в МТСе, а второй коуч работает у нас, Марина его подобрала, по-моему, сейчас в Сбербанке. Ну, в общем, они передают еще свой опыт, там очень большое количество того, что должен знать онлайн-коуч. Никогда не верьте, что за двумя этого можно отличить. Там и скрам, и комбан, и организационное консультирование, то есть это очень-очень многое, и коучинг, и командный, и индивидуальный. И там идет мой курс тоже по созданию команд, достаточно мощный, потому что основа ЭДЖАЛ-коучинга – это создание команд. Создание проекта на команд фармакологии мы делаем вместе с тренером, который у нас специализируется по фармкомпаниям, который длительное время занимал руководящие должности в иностранных фармкомпаниях, и мы вместе с ним проводим этот тренинг. Но это вот чисто целевой для фармкомпании. Для всех запускается онлайн-тренинг создания и развития проектных команд, это уже пятый раз я провожу этот тренинг, он каждый раз у нас по-разному называется, потому что мы берем разные целевые группы. Онлайн-тренинг для тренеров не знаем, по мере набора группы, если будут заявки, то его запустим. Я вам программу показывала. Технология проведения современных тренингов, ну вот нас уговорили, и мы год спустя ведем его в Москве, в аудитории 26-27 марта. Партнеры уговорили, дают свою аудиторию, они сами собирать будут. Веду я вместе с Михаилом Фринкерштейном, тренером европейского уровня. Вот мы даем новые технологии проведения аудиторных тренингов. Он их и ведет в технологии коуч-управления для руководителей. Мы еще не поставили с какого марта, но у нас уже известно, когда мы будем проводить бесплатные вебинары. И он же ведет управление лидерством, принятие лидерских решений в управлении. Уже программа есть, а лендинг запустим вот этого и этого где-то в следующей неделе. Ну вот, собственно, все, что я вам хотела рассказать. Если будут вопросы, задавайте. Мы уложились во время. Как раз вот про проведение тренингов что-то еще будет. Задавайте вопросы, я буду дополнительно отвечать, потому что там... Спасибо большое, Виктория. Всегда можно писать мне в личку. Мы живем, можно сказать, в онлайне. Мы очень много находимся в Фейсбуке, потому что там закрытые группы. Никаких проблем нет. Постоянно на связи. И если нужна помощь, я очень часто консультирую бесплатно, просто помогаю. Потому что для нас очень важно, чтобы наш рынок работал профессионально. Ну и чтобы вы не открывали велосипед там, где мы уже, собственно, его пооткрывали. Да, спасибо за ваше активное участие. Ну, мы тогда с вами прощаемся. Если нет больше дополнительных вопросов. Уважаемые коллеги, давайте поблагодарим Галину Николаевну за замечательный вебинар. Я услышал, что Галина сказала, что она разрешает скачивать свою презентацию. Поэтому включил галочку, и в окошке ресурсов вы можете скачать, известным вам способом скачать презентацию сегодняшнюю. Вот, спасибо, еще раз спасибо спикеру, спасибо всем, кто пришел. Я надеюсь, ваше знакомство с Галиной продолжится в онлайне, и сегодняшний вебинар для вас был полезным. Ну что ж, я хочу со всеми вами проститься, и напомнить, что практически каждый день Директ Академия ведет какой-нибудь вебинар. Приглашаю вас на другие вебинары Директ Академии. Приходите, будет тоже интересно. У нас впереди новые и тоже интересные спикеры. Галина, до свидания, спасибо. Коллеги, спасибо. До свидания. Спасибо вам за организацию. Спасибо за вашу поддержку. Очень, да, очень-очень рад пригласить всегда такого спикера, как Галина. Спасибо.